Казанский международный форум На сегодняшний день в России существует около 500 юридических высших учебных заведений. Это и классические университеты, это университеты, естественно, и специализированные. А с филиалами это еще примерно тысяча. И в год, в год мы выпускаем примерно около 300 тысяч юристов. Для сравнения, в Советском Союзе было 30 юридических вузов и выпускали 20 тысяч студентов в год, дипломников. Поэтому цифры говорят сами за себя. И я думаю, что нам надо очень качественно изменить подготовку наших юридических кадров. Дорогие друзья, добрый день. Выбор столицы Республики Татарстан для проведения крупных мероприятий, в том числе международных, Стало доброй традицией. На днях завершил свою работу международный форум «Казань Дигитал ВИК» Международная научно-практическая конференция обудсменов. И вот сегодня, в год 280-летия, со дня рождения нашего выдающегося земляка Гавриила Романовича Державина, первого министра юстиции России, российского государственного деятеля и поэта, открывается второй Казанский международный юридический форум. День первокурсника совсем скоро. Работа идет полным ходом, уже все коллективы готовят свои номера. Мы сами ждем очень сильно посмотреть на наш новый коллектив «Энфизи», потому что для всех это небольшая загадка, что же они для нас приготовят. Театралы тоже, я думаю, вас удивлят. Вокал, я не буду говорить, потому что вокал всегда это мурашки, когда выступает геофак на сцене. В целом программа будет легкой, интересной и, думаю, запомнится многим. Всем привет! В эфире «Универ-Ньюса» в студии Камиля Глякберва. 28 сентября в здании подготовительного факультета Казанского федерального университета в рамках второй международно-научно-практической конференции «Довузовская подготовка иностранных граждан. Проблемы и перспективы» прошло пленарное заседание, в котором приняли участие проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимир Хан Алишев и ученые из вузов и дружественных стран. На мероприятии гости обменивались ценным опытом преподавания русского языка как иностранного, спецификой работы подготовительных факультетов, а также обсуждали возможные перспективы сотрудничества между университетами. Сегодня мы выслушаем доклады коллег об их практике работы от Института Пушкина, Московского госуниверситета, Санкт-Петербургского университета Петра Великого, от основных центров преподавания русского как иностранного. Коллеги из РУДН к нам приехали. Поэтому работа будет интересная, интенсивная. Сегодня подготовительные факультеты активно развиваются. Только у нас обучаются более тысячи ребят ежегодно на этих программах и так во многих университетах. Поэтому я уверен, что такая практика обмена будет полезной для наших коллег, которые приехали из наших партнерских университетов. В IT-парке имени Башира Ромеева 28 сентября стартовал второй Казанский международный юридический форум, организованный при поддержке Казанского федерального университета. О том, как началось одно из ключевых и масштабных юридических событий России, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Второй международный юридический форум «Мы вправе» с размахом стартовал в IT-парке имени Башира Ромеева. В первую очередь это площадка диалога представителей юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ в неформальной обстановке, каждый из которых готов поделиться с коллегами собственным опытом. С приветственным словом от лица Раиса Республики Татарстан Рустама Мениханова выступил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин. Он отметил, что форум является важнейшей частью развития юриспруденции не только в Казани, но и в России в целом. Дорогие друзья, добрый день. Выбор столицы Республики Татарстан для проведения крупных мероприятий, в том числе международных, стало доброй традицией. На днях завершил свою работу международный форум «Казань-Дигитал-УИК» Международная научно-практическая конференция обудсменов. И вот сегодня, в год 280-летия со дня рождения нашего выдающегося земляка Гавриила Романовича Державина, первого министра юстиции России, российского государственного деятеля и поэта, открывается второй Казанский международный юридический форум. В рамках открытия форума проходило пленарное заседание, где спикером выступил мэр города Казани Ильсур Медшин. Модератор беседы Ильдар Халиков отметил, что именно городская власть является связующим звеном между проблемами населения, в том числе безопасность и городская инфраструктура, и основными путями их решения. В своем выступлении он упомянул, что этот юридический форум каждый год собирает в зале свет правовой науки и практики не только нашей республики, но и страны в целом. Он уверен, что этот форум сможет дать мощный импульс развитию современной юриспруденции и расширить возможности правовых границ. Кроме того, это мероприятие сможет послужить отличным стимулом для становления молодых юристов и помочь уже состоявшимся специалистам прокачать профессиональные компетенции. Казанский юридический форум собрал сегодня в этих стенах без преувеличения цвет правовой науки и практики не только города и нашей республики, но и страны. В целом, люди, чьи имена знакомы каждому в профессиональном сообществе, приехали в Казань для обсуждения актуальных вопросов, загонотворчества и правоприменительной практики. Неудивительно, что мы, как организаторы этого события, испытываем сейчас гордость, благодарность и уверенность в том, что Казанский форум даст важный импульс для развития современной юриспруденции. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин в свою очередь напомнил, что ВУЗ сыграл огромную роль в подготовке и воспитании выдающихся политических и научных деятелей России. В своем вступительном слове он отметил важность участия правительства Республики Татарстан и Российской Федерации в организации этого масштабного события, как для практикующих специалистов, так и для деятелей умственного труда. Безусловно, эта площадка станет традиционной, и мы этому рады. И я думаю, что и в дальнейшем мы будем проводить наши форумы. Ну, возможно, поменяем дату, может быть, сделаем в октябре ее более комфортной. Но это в любом случае площадка для обсуждения насущных проблем, юридических проблем, и я думаю, что проблем именно нашего внутреннего национального законодательства. Свое слово также смог высказать министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, который внес огромный вклад в развитие Казани в период проведения универсиады 2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и многих других значимых событий нашего города. Свой доклад он начал с того, что именно этот форум приурочен сразу к ряду важнейших этапов нашей страны. Например, 280-летие первого министра юстиции Российской империи Гавриила Державина и столетие Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, а также 30-летие Конституции Российской Федерации. Это важная площадка для дискуссий по широкому кругу правовых вопросов. Она способствует эффективному взаимодействию отечественных и международных представителей, бизнес-сообщества, юридической науки и органов государственной власти. В этом году форум проходит на фоне ряда важных для нашей страны событий. В их числе 280-й юбилей первого министра юстиции Российской империи Гавриила Державина и столетие Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. И, конечно же, 30-летие Конституции Российской Федерации. Также спикером выступил председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он от всей души поблагодарил Казанский федеральный университет и юридический факультет, так как из года в год темами форума становятся разные вопросы, в том числе преподавательские и студенческие аспекты. Также в преддверии Дня Конституции он посвятил гостей форуму в историю ее происхождения и основные даты становления конституционной власти в России. Великолепный университет, потрясающий юрфак, вам спасибо тоже огромное, что вы работаете постоянно. Второй конгресс, но ведь мы собираемся с вами каждый год по разным поводам и все время смотрим и научную сферу, и законодательную, и преподавательскую, и так далее. В рамках форума также прошла сессия на тему юридическое образование и наставничество на современном этапе. Гульнур Алибаева, проректор по научно-исследовательской работе Евразийского государственного университета имени Кунаева, отметила важность знания правовых основ в современном мире. Также выступал доцент кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета Максим Воронин, который предложил ввести новые методики и практики в обучении. Затронули проблему незнания молодежи и правовых норм не только Республики Татарстан, но и России в целом. Не обошли стороной и вопрос о наставничестве, ответив, что именно опытный преподаватель сможет дать необходимый багаж знаний для студента. Неправильно, что у нас впервые, наверное, появилось в заставке слово «доставничество», а надо взять еще шире воспитание и его роль в юридическом образовании. Значит, воспитательный процесс, сегодня это обязательно, но мы в своем университете никогда не отказывались от воспитания студентов, даже когда этого не требовалось, когда баллонские механизмы требовали формировать только лишь компетенцию, учить ремеслу, мы воспитывались всегда. Я сам помню, когда был студентом, но ректор говорил, вы студенты политического образа, со всеми отсюда вытекающими и втекающими последствиями. Кроме того, в Шуруме, Высшей школы журналистики и медиа коммуникации прошла встреча, приурочена к недавно появившейся проблеме коммуникации с молодежью. На дискуссии присутствовал также директор Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования Андрей Толмачев. Гости высказались на тему недостатка пространств для общения с молодым поколением, попытались разобраться в этой проблеме основательно и пришли к выводу, что именно Казанский федеральный университет сможет помочь в этом вопросе. Так завидую вашей молодости. Наслаждайтесь. По сути, это самое счастливое время. Просто живите и наслаждайтесь. Вот, что я вам скажу, собственно говоря. А, как говорится, работать нужно в кайф. В главном здании Казанского университета в рамках юридического форума также прошло заседание «Насилие в сети. Проблемы и вызовы», где присутствовали почетные гости. Среди них с лекции выступил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шихудинов, который обсудил проблему влияния контента в сети на людей и предложил способы решения ситуации с агрессивным настроем в интернете, а также рассмотрел это с юридической точки зрения. Помимо этого на сессии затронули тему насилия в интернете над детьми и рассказали о способах их защиты. «Золочены определенные сервисы. Как правило, это сервисы связаны с социальными сетями. На наш взгляд, любое информационное насилие, как правило, концентрируется именно в зоне СММ, именно в зоне социальных сетей. Всем известные социальные сети, не буду их называть, которые, в общем, не модерируются, а очень часто иногда модерируются ущерб даже определенным социальным устоям конкретного государства». Программа форума на два дня наполнена событиями, предоставляющими возможности для бизнес-коммуникаций. Посещение деловых мероприятий, общение с экспертами и СМИ, проведение встреч и переговоров. Участники также смогут насладиться культурной и спортивной программой, чтобы разнообразить свой опыт на мероприятии. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз. Уже 3 октября стартует ежегодный студенческий фестиваль «День первокурсника». Творческие коллективы самых разных институтов Казанского федерального университета покажут, на что они способны, как проходит процесс подготовки и какие обновления ждут зрителей. Уже который год в Казанском федеральном университете проводят молодежный фестиваль «День первокурсника». Этот, 2023-й, не исключение. Самые яркие коллективы вуза готовят для зрителей творческие номера. От каждого института своя неповторимая программа. Например, Институт геологии и нефтегазовых технологий готовит перформанс с элементами мистики, где главным героем выступит путешественник, который столкнется со странными событиями на своем пути. Работа идет полным ходом. Уже все коллективы готовят свои номера. Мы сами ждем очень сильно посмотреть на наш новый коллектив «Энтузи». Потому что для всех это небольшая загадка, что же они для нас приготовят. Театралы тоже, я думаю, вас удивлят. Вокал, я не буду говорить, потому что вокал всегда это мурашки, когда выступает геофак на сцене. В целом программа будет легкой, интересной и, думаю, запомнится многим. Все институты Казанского федерального соберутся на одном мероприятии и новоприбывшие студенты смогут продемонстрировать свои таланты и умения прямо на сцене Уникса. До старта фестиваля проходят собрания режиссеров, культурных организаторов и сценаристов различных факультетов, где обсуждается общая программа представления. Открывать мероприятие 3 октября будет команда юридического факультета и Института психологии и образования, а закроет программу 12 октября Институт филологии и межкультурной коммуникации и инженерный институт. Сейчас все институты в таком кипише, все очень сильно стараются показать что-то новое, придумать что-то новое. Буквально завтра у нас уже начинаются предпросмотры, их программ, где мы сможем познакомиться и уже дать, может быть, какие-то комментарии по их работе, чтобы на сцене вы увидели ту самую конфетку, которую они хотят вам показать. Также фестиваль проведется в Елабурском и набережно-челнинском институтах Казанского федерального университета. Гала-концерты пройдут 13 октября. Билеты на все выступления можно приобрести у профоргов институтов. Валерия Карташова, Фарид Захитуглы, Универньюз. На этом все. В студии была Камиля Глякберва. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok